Доброе утро всем. Последнее в этом году пасочка мамина. Смотрите, какая красота. Тоже внутри очень, очень классно сейчас со сметанкой. Позавтракала. Я сегодня не очень хорошо себя чувствую. Должна была ехать в центр занятости, но, к сожалению, Юрка уехал с утра самого по делам. Но я одна и одна, что-то мне страшно ехать, если честно. Как-то тяжко. Вот, физически. Поэтому завтра, скорее всего, если он будет дома, поедем вместе. Да там уже я справку запросила. Я уже по порядку потом расскажу, как это вообще весь процесс происходит. Вот, запросила справку и нужно поехать забрать. А так просто приехать туда не годится. Нужно звонить. Вот, заранее. И выгляжу я сегодня просто ужасно. Юра уже едет домой. Нужно хоть немножко накраситься, а то, блин, пугать его не хочется. Утром уходил, я еще спала. Я, девочки, у меня есть, знаете что, щука. Филе щуки. Я не знаю, как ее готовить. Я никогда ее не готовила. Сейчас в кляре попробую ее пожарить. Вот, и какой-то гарнир сделать, потому что, ну, реально в голове не укладывается, как готовить щуку. Можно было в планах просто потушить бурячко морковкой, знаете, вот как хек тушит. Говорят, щука она сухая. Ну, сейчас попробую. Но сначала хочу немножко намарафетиться до приезда Юры. Мне понадобится совсем минимум консилер, да. Да, еще 10 разных средств. Ужасная пигментация. Я кислотами, у меня много разных продуктов. И SPF, девочки, у меня есть такие SPF классные, дорогие. Смотрите, классные, хорошие, работают. Но эта вот беременная пигментация, она всегда. Я вам скажу, также и под мышками, и на других частях тела очень проявляется пигментация. Есть классные продукты с кислотами, которые очищают, ну, как бы осветляют пигментацию. Вот, но я сейчас не могу ими пользоваться. SPF я наношу. Понятное дело, что не часто, не каждый раз, когда выхожу, потому что голова дырявая, просто забываю. Чаще использую обычный крем, вот, который, ну, ближе всего под рукой стоит. Ну, нужно этим заняться. Я уже потом буду лицо приводить в порядок. Вот, Юра вчера, я вышла, не намазюкалась на рынке, и Юра говорит, Грин, у тебя на лбу какие-то темные пятна, ты что-то не размазал. Я говорю, нет, вот это вот такая пигментация, ну, ничего. Сейчас буквально вот как-то так, ну, хоть чуть-чуть, так более-менее приятней встретить. Мы уже с работы. Волосы сейчас я всё равно завяжу, потому что иду готовить. Ещё в этом влоге хочу поблагодарить за ваши донаты. Ангелина прислала девочка и Яремко Оксана. Девчонки, спасибо большое. Ну, это всё пупсу, закажу что-то ему интересненькое, так как мы с вами и стульчик, да, заказали, и коляску заказали. Огромное спасибо. Ну, а сейчас хочу немножко ещё рассказать вам про свои волосы. Как видите, у меня, честно, сейчас волосы в очень хорошем состоянии. Девочка спрашивала одна в директ, писала по поводу, как сейчас ведут мои волосы, как они себя чувствуют. Чувствуют офигенно, если честно. Ни одной волосины не выпадает, когда я мою голову. Вы представляете, такого никогда у меня в жизни не было. Но я знаю, что спустя месяц после родов примерно на грудном вскармливании происходит полная жесть с волосами. Просто я буду плакать, наверное. Ну, по крайней мере, себя настраиваю на это. Если такого не произойдёт, то и хорошо. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду благодарна про вашу ситуацию с волосами во время беременности и после беременности. Я думаю, будет реально полезно почитать не только мне, но и другим девочкам, которые зайдут и эту тему вообще увидят. Но тут, как видите, у меня такие рожки растут. Чёлочка. Нужно обручем пользоваться, потому что так вообще не годится. Вот так выглядит, кстати, щука. Но она, в принципе, как на хек похожа мне. Может, чуть-чуть не так. Я её никогда не готовила, ещё раз повторюсь. Это нас угостили Юрины знакомые. Ну, он с ними работает. Вот. И сейчас я в кляре постараюсь сделать. Там кляр такой нашла, слушайте. Обручу же с ним намного лучше, слушайте. Что хотела сказать. Кляр я нашла рецепт. Я, кстати, давно хотела попробовать. Раньше, знаете, как-то отдельно в яйцо, отдельно в муку. А это делается прям два яйца, ложка сметаны, соль по вкусу, мука. Это всё смешивается. Сделается такое тесто, и в тесто мокается. Попробую, девочки. Хотела сказать. Сейчас я обнаружила, что на рынке на самом деле дешевле яйца. Так, чтобы вы понимали. Я не знаю, почему так, с чем связано, что перед Паской яйца дешевле, чем до Паски были. Получается, можно найти десяток за 25 гривен. Представляете? В то время, как в магазине 40 гривен. Поэтому не стесняйтесь ходить на рынок. Сейчас такая тотальная экономия у многих. И, конечно же, там искать яйца. И они большие, крупные, белые, но крупные очень. Я как раз перед Паской покупала. Я забыла показать, но можно найти на рынке такие яйца. Ещё хотела сказать по поводу обуви. В конфискат заходили недавно с Юрой. В конфискат. Там такие цены. Это капец. Короче, то, что стоило 300-400 гривен из кроссовок, знаете, не очень хорошие кроссовки. Мужские. Они сейчас стоят 900 и дороже. Понятное дело, что, наверное, из-за того, что с поставками проблема, с логистикой, да, вот порт не работает и всё такое. Я зашла в опытовый магазин посмотреть, там, где я делала раньше закупки. Я раньше обуви занималась, кто знает. И цены подорожали на 150-250 гривен за пару. Я офигела, конечно. Я надеюсь, что это как-то будет, ну, немножко урегулируется чуть попозже. Потому что квартиры, например, в Киеве очень подешевели. Сегодня в новостях читала, что сейчас однокомнатную можно за 5 тысяч снять, хотя раньше её сдавали. Ну, чуть ли не в 50%, да, скидка такая. Потому что людям платить, ну, нечем за квартиры. Вот. И многие повыезжали, некому снимать. Поэтому подешевели квартиры. Ну, насчёт обуви, слушайте, я буду сдавать, наверное, в ремонт. Хотя раньше этим никогда особо не занималась. Я выставляла, те, кому нужно, забирали. Я обновляла. Вот. И я вот подумываю пока что, ещё пока только в мыслях, заняться опять обувью. Хоть какая-то работа, во-первых, для меня. И плюс, конечно же, не магазинные наценки на какие-то кроссовки, кеды, макосины. Поэтому, если это вас интересует сейчас, да, покупать обувь не за сумасшедшие деньги, то напишите, если будет довольно большое количество девчонок, которые готовы покупать онлайн, да, как раньше. Вот. У меня довольно хорошие продажи были. Потом просто я не знаю, почему. Я перешла на одежду секонд-хенд. Вот. И если вам будет интересно, то, конечно, позавозим какие-то макосинчики, кедики. Довольно неплохого качества, но по доступной цене. Не то, что в магазине. Пишите. Вот такой кляр получился. Все очень просто, оказывается, понятное дело. Я просто редко, что в кляре жарю. И сейчас вот гречку поставила уже и сковородку подогреваю. Вы можете удивляться, как-то никогда в кляре ничего не жарила. Жарила, но очень-очень редко. Мне, знаете, девочки, некоторые писали, Карина, не ешь жареное. Так вот, если жареное, я ем только яйцо. Ну, жареное на завтрак. И то тоже не каждый день, а довольно редко. У меня в основном из еды, вот я не вывариваю, не выжариваю. Вот, знаете, у меня нет вот этих котлет пережаренных. У меня все более-менее всегда получается диетически. Не до соли. Это раз. А во-вторых, вот салатик, гарнирчик, супик какой-то легкий тоже. И когда я делаю типа зажарку в борщ, да, многие говорят, что-то вредно. Я больше тушу, чтобы буряк отдал свой цвет, чем жарю. Там жарки толком нет, просто тушка овощей. Вот, отдельная готовка перед борщом. Поэтому у меня всегда вот такое все легкое. Единственное, что очень жареное и вредное, так это гренки, эти вот сладкие из батона. Вот они, да. Я после обеда пошла на балкон, почитала немножко. Меня там так разжарило. Я помните, говорила, у нас очень жарко на балконе, тем более, ну, про солнечная сторона. Пришла, легла и заснула на час. Даже минут 50, наверное, я поспала. Вот, проснулась с огромным желанием съесть какую-то булку. Хотела сделать рулет маковый, но уже было так, знаете, по времени не очень, пока там тесто настоится, и все такое подойдет. Поэтому перенесла на следующий день. Мне так сейчас все-все-все поголовно говорят, спи, отдыхай побольше. Даже, ну, вот в книгах пишут, да, что сейчас нужно не меньше 10 часов спать в такой период мне. Но вы знаете, если я сейчас буду спать, все равно я не высплюсь, в плане, что после я буду хотеть спать. После рода все равно у меня будет огромное желание спать. То есть тут не выспишься наперед никак. Завтра должна была идти анализы сдавать с утра. Пойду в пятницу, потому что у меня закончились все контейнеры. И завтра заодно, сегодня не дозвонила из центра занятости. Дозвонюсь, надеюсь, завтра с утра уже позвоню. Поеду. Ехать, конечно, тоже так не близко. Наверное, первый раз я так сама на транспорте за все это время, за два с копейками месяцев, поеду от дома. И очень надеюсь, что получится забрать справку. Видела, на справке указывали еще адрес, место проживания, но меня не спросили по телефону, только спросили инициалы и интуиционный код. Все. Короче, интересно. Интересно, вообще удастся мне ее забрать или нет, завтра. А я сейчас буду смотреть фильм «Смерть на Ниле» называется. Вот. И мороженка. И все. На сегодня день закончен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok